Всем привет-привет, с вами счастливые люди. Записывала до этого ролик по поводу того, что как работодатель обманывает людей, в плане того, что как мы глупим работники, обстаемся без декретных. Но самое главное-то я еще вот чего-то забыла рассказать-то. И это видео хотела немного посвятить той теме о том, что сейчас многие работают по трудовому договору. И когда я обратилась в свой пенсионный фонд, получилось так, что та женщина, которая там работает, мы с ней, значит, обсудили, и она мне сказала такую вещь. Значит, если ваша организация так поступает, у тебя хотя бы есть на руках второй экземпляр того договора, что ты именно работала в те годы. И когда по приходу домой, что интересно, я обнаружила из тех, значит, мы там, получается, то трудовой сначала работали, а потом четыре года по договору. И по своей глупости я, как всегда, не собирала, как-то получилось так, я не знаю, или нам не выдали. Обычно я все бумаги собираю, а у меня не хватало одного года. И как раз получается так, что вот эта женщина с налога, простите, с пенсионного фонда, чтобы доказать в дальнейшем, когда я пойду на пенсию, о том, что я работала, были перечисления, потому что, как она мне объяснила, жизнь долгая штука. Сегодня у них схема такая, завтра у них другая. Но вот те бумажки, которые у нас есть, чтобы они хотя бы были на руках, вот эти договора. Это обязательно, это важно. Она мне объяснила, почему. Потому что трудовая книжка, она всегда есть. И когда вы оформляетесь на пенсию, я понимаю, что мы молодые, и рано об этом думать и не задуматься. Но ничего бы не получилось вот так, как у меня с декретным получилось, и у вас, когда вы выйдете на пенсию. Чтобы вы вдруг уехали в другой город. Трудовую вы взяли бы с собой, а трудовой договор, как бы, организация закрылась, перевелась. Пенсионный фонд, там что-нибудь у них, архив не сохранился. Разные вещи бывают. И чтобы не бегать, не суетиться и не терять лишний год, месяц, день, который очень важен, который вам и так не будут додавать, это стопроцентно. И эта женщина меня сподвигла от той мысли, что, в принципе, нужно прийти домой и перебрать все свои договора. И что вы думаете? На самом деле, у меня не хватало одного договора за один год. У нас составляет с 1 января до 31 декабря этого года. На год составляет. Чтобы потом мы год отработали, если мы им не понравимся, они что-то задумывают, но они с 1 января с нами не заключают. Ну вот так вот, хитро все, умно сейчас делается. Но факт в том, что для того, чтобы получить этот договор, который 3 года назад должен был у меня быть на руках, мне нужно было пойти в свою организацию, обратиться сначала к бухгалтеру. Бухгалтер отправил меня в отдел кадров. Я написала заявление на имя директора. Директор мне с горем пополам подписал его, чтобы мне выдали. Потом, значит, я отдала это в отдел кадров. Отдел кадров мужчины, эту папочку моим делом, хотя это должно у них прям под носом лежать. В общей сложности я получила его только через месяц. Но при этом мне ходить пришлось туда, наверное, раз 7. То сначала я не могла подписать, то сначала они не могли взять. Потом они, значит, потеряли это заявление. Смысл? Или это просто моя организация, или так просто мне повезло, что так долго обо мне помнили и думали. Но факт в том, что я собрала за все годы, которые именно со мной составляли договора, и сохранила их по совету вот этой женщины. Поэтому, наверное, я тоже как бы решила вам посоветовать. Не поленитесь. Вот реально не поленитесь. Заведите папку и складывайте все договора. Даже если вы работаете по трудовой, как у Максима, ну, помимо этого, их с ними тоже заключают там на какую-то отдельную работу еще какие-то договора. Его я тоже уже как бы предупредила, но он парень у нас такой лентяй, и до сих пор еще не пошел, ничего не сделал. Я как-то быстрее с этим делом, потому что мне все было за один год, и то пришлось ходить долго-долго, смотря на меня психанул. Но я хочу сказать, ну, у него немного другая ситуация, он хотя бы по трудовой может доказать, что в этот год он работал. Но в моем случае, как бы, я целый год могла потерять. Вот, поэтому, ребят, сохраните все документы, складывайте их. Прямо реально сядьте, выделите один вечер, для того, чтобы просмотреть, что у вас есть. и даже если вы в какой-то год, как она мне объяснила, еще такой вот нюанс, правда, что я забываю все это, еще я его не сделала. Кстати, если даже вы не работали и стояли на бирже труда, или биржа труда вас отправляла учиться, возьмите заранее справку о том, что с какого по какой вы стояли на бирже труда, и по какому вас отправляли, например, учиться. Я объясню, почему вы скажете это все глупо сильно. Нет, с ее слов, те люди, которые сейчас оформляются на пенсию, некоторые уехали в другой город, как она мне объяснила. И вот чтобы вот этот период, чтобы до них вот это письмо дошло, потом они пока ответят, пока не ответят, вот именно сейчас по горячим следам, пока вы здесь, в этом городе, пока вы здесь рядом с биржи труда. Сделайте эту справку. И, допустим, вы сейчас постояли, попросите их сделать, чтобы вам сделали эту справку, что вы именно были. Пусть положите к тем договорам, к той трудовой, которая у вас есть, чтобы не терять ни одного дня. Готовьте себя к пенсии. Пока молодые складываются. Сейчас так, завтра по-другому. Но я хочу вас предупредить о том, что хотя сама еще когда я не работала, хотя с этим еще не разобралась, но хотя бы начала о том, что вот на работе я получила этот договор, уже как какой-то плюс, какой-то пинок. Пинок я получила. Пинок я получила хороший. Поэтому всем советую, пока вот этот пендель до вас не дошел, просто самостоятельно проработайте, что у вас есть. Соберите все документы и подготовьте себя к счастливой, радостной пенсии. Ну все. Наверное, это видео закончу. Всем пока-пока. С вами счастливые люди. Хотела еще что-то сказать, но вроде мысль ушла. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok